Если спросить любого человека, неважно, на улице, неважно, где бы он ни находился, что вы больше всего хотите в жизни, то он, конечно, естественно, ответит, что хочет быть счастливым, что бы он пожелал своим родным, близким, что бы он хотел для своих детей. Это, естественно, счастье. Он хотел бы счастья. Привет, друзья! С вами я, Анастасия Час. И я, как и любой другой человек, тоже всегда хотела, всегда стремилась и хочу, и стремлюсь быть счастливой. И, естественно, обогащать, то есть каждый миг своей жизни сделать запоминаемым, прожить его так, счастье, чтобы потом всё время вспоминать об этом с таким… Вы знаете, что человек испытывает, когда он счастлив? У него эмоции, у него такая вспышка, яркая-яркая вспышка, как, господи, хочется сказать, и затерялась вспышка, как салют, да? Потому что счастье, оно же бывает именно мгновениями, оно не бывает постоянным, но именно мы можем мгновение за мгновение сделать счастливыми. И вот сейчас у нас с мужем традиционная часовая прогулка для здоровья, для пользы своему телу. И на этой прогулке хочу сказать, что вот здесь вокруг, ну, такой, как парк, что ли, здесь дорожки, здесь люди гуляют с детьми, здесь детвора катаются, кто на лыжах, кто на санках, вот там горочка вдали. То есть люди обогащают свою жизнь моментами, мгновениями счастья. Потому что вот именно, вот это есть жизнь в настоящем моменте, в настоящем времени. И я хочу сегодня поделиться с вами одним из секретов счастья. Звучит он так, друзья. Значит, единственное место, где нужно жить, это здесь. И единственное время, в котором нужно быть, это сейчас. Нет другого. Есть прошлые воспоминания, есть будущее там какое-то неопределённое, но есть сейчас. Есть здесь и сейчас. И я вот здесь и сейчас испытываю огромное счастье вот от этой прогулки, от этого белого снега. Людей, с которыми встречаются. Да, вон, собачки глядят. Ну, вообще классно, здорово. Даже невозможно передать вот словами. И мы здесь с мужем. У нас всё время какие-то идеи, постоянные возникают, какие-то нововведения, да, что мы можем сделать, как мы можем ещё обогатить нашу жизнь, и как мы можем чувствовать себя счастливее. И почему нужно быть здесь и сейчас, и наслаждаться? Оставлять нужно всё там, за бортом, да, как говорится. Всё, оно упало в воду и нету его. И нету прошлого, нету. Потому что люди в большинстве своём живут воспоминаниями. Ах, как было там хорошо, ах, как было. Или будет, возможно. Поэтому всё время прилагают какие-то усилия, и работают на износ, и так далее, для того, чтобы что-то в будущем получить, забывая о том, что нужно наслаждаться сейчас. Ведь другого времени не будет. И мне вспоминается, одна моя знакомая, когда ей сказали, что у неё рак, и у неё осталось максимум год в жизни, но она всё равно такая радостная, такая весёлая. Я говорю, как можно радоваться, когда тебе там... Она говорит, я радуюсь, потому что я сегодня проснулась, я открыла глаза, у меня руки, ноги двигаются, значит, я живу, я тебя вижу, я живу. Знаете, мурашки по коже, волосы дыбом встают. От того, что человек, находясь в таком положении, находясь в таком состоянии, он умеет радоваться жизни, и он наслаждается каждым её мигом. Говорит, как, я каждый вечер благодарю этот день за то, что я проснулась, за то, что я встала, за то, что у меня руки, ноги двигаются, что мои родные, близкие, все здоровы, всё в порядке. Поэтому наслаждайтесь моментом, мгновениями. А вот эти мгновения мы можем друг за дружкой испытать постоянно. На этом я с вами прощаюсь, друзья. Была Анастасия Час. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, благодарите этот день за то, что вы живы, за то, что вы видите, слышите. И будьте счастливы. Пока-пока.